Ну, я, конечно, немножко переживаю, потому что все-таки это операция, но я очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Я не буду себе нравиться, то, конечно, мне надо будет что-то подкорректировать. Типа, и что, ну, блогер, ну что ты будешь снимать? Нет, конечно. На самом деле у меня не было вообще опыта. Мы находимся уже в самолете, сэкономила деньжат. Привет, ребята! Добро пожаловать на еще один влог. И сегодня достаточно печальный день, потому что сегодня мы уезжаем из Англии, обратно в Латвию. Я вот такое чувствую, что какое-то эхо. Я сижу сейчас в спальне, мы собираем, пакуем чемоданы. Очень жалко, конечно, уезжать, потому что, ну, не хочется уезжать, но нужно, потому что, во-первых, мне нужно купить свадебное платье. Вот, и я как бы, так как я все-таки выхожу замуж... Извините, если вы... Я что, загораживаю камеру? Нет. Вот, что я говорила? В общем, я говорила о том, что я... Да, мы должны поехать обратно в Латвию, потому что мне нужно купить свадебное платье. Купить свадебное платье и купить аксессуары к нему, конечно же. На самом деле у меня не было вообще опыта, естественно, так как я первый раз выхожу замуж. У меня не было опыта покупки свадебного платья. Вот. Но я уже давно планировала, что, так как мы женимся в Англии, я хотела платье именно купить в Риге. То есть, ну, в Латвии. Вот. Я думаю, что... Многие, кстати, девчонки спрашивали... It's fine, it's fine. Многие девчонки спрашивали меня по поводу моей трансляции, которую я делала в Инстаграм. Спрашивали меня, забираюсь ли я худеть перед свадьбой. Очень интересный вопрос. Вы знаете, я там ответила, если вы смотрели, вы наверняка знаете, что я ответила. В общем, я сказала, что это будет зависеть от того, как на мне будет смотреться вообще свадебное платье. Я тогда пойму, стоит ли мне немножечко схуднуть или нет. Потому что, если я не буду себе нравиться, то, конечно, мне надо будет что-то подкорректировать. Но пока что я худеть не собираюсь, потому что я считаю, что я нахожусь в отличном весе. Вот, дальше нам еще нужно, конечно, уладить еще парочку вещей в Латвии до того, как мы обратно приедем в Англию и уже будем подготавливаться полным ходом к свадьбе. Вот. Со свадебными кольцами мы определились. Так что нам, конечно, нужно будет их забрать из Риги. Это еще одна вещь. Вот. Что еще, что еще? Платье, аксессуары я обязательно буду записывать, если нам разрешат в Латвии записывать влог. Потому что у нас в Латвии вообще с влогингом обстоят дела гораздо хуже, чем в Англии. В Англии все свободны. Ну, конечно, иногда могут сказать в магазине, что, типа, нельзя тут снимать. Но очень редко. В основном все к этому относятся очень лайтово. В Риге с этим гораздо более трудно. То есть в Риге, если вас кто-то заметит с камерой в магазине, тут же могут сказать не-не-не-не-не. Типа, у нас тут снимать нельзя, у нас тут все очень эксклюзивное. Хотя я говорю, я никогда этого не понимала. Мне кажется, это наоборот реклама магазину. То есть, наоборот, короче, продвинутый в Латвии вообще к блогерам, мне кажется, относятся, я не знаю на 100%. Мне кажется, там еще вообще эта вся культура блогерская не особо прижилась. То есть, если ты кому-то скажешь, я блогер, и я хочу вот сделать, там, не знаю, в вашем магазине примерить платье, могу ли я заснять? Они такие, типа, и что, ну, блогер, ну, что ты будешь снимать? Нет, конечно. То есть, что это им дает, они, мне кажется, может быть, не понимают. Но это мое такое мнение, я не уверена. Вот. Не знаю, как с этим дела обстоят в России, но в Латвии тяжеловато. Тяжеловато, к сожалению, но что поделать. В общем, постараюсь обязательно записать влог с примеркой свадебных платьев. У меня уже есть идея, как я вам говорила в одном из своих видео, есть идея фасона, который я себе в голове придумала. Ну, посмотрим, есть ли вообще такие платья у нас, которые я себе в голове задумала, и их вообще не существует. На заказ я уже ничего сделать не успею, потому что у нас очень мало времени до свадьбы осталось. То есть, притык, буквально впритык. Поэтому я очень надеюсь, что мне получится вовремя все сделать, потому что, конечно, без свадебного платья жениться как-то... немножко отвлеклась, извините, без свадебного платья жениться как-то не получится. В общем, да. Что еще? Конечно, не хочется уезжать, потому что я здесь, я говорю, чувствую себя в Англии уже полностью как дома. И я говорила неоднократно и в трансляциях. Себя в Инстаграме я спросила вас, кстати, появилась новая фича, я не знаю, надолго ли она там или нет. Спрашивать вопросики, и вы можете проголосовать за ту опцию, которая вам нравится больше. В общем, я спросила, какой формат моих видео вам нравится больше, влоги или блоги. 56% на данный момент, это, конечно, может еще поменяться, 56% проголосовала за влоги. Блин, не видно нифига, видно, не видно. Во, 56% проголосовала за влоги и 44, соответственно, за блоги. Кстати, мне тоже очень нравится смотреть влоги, очень нравится, потому что это какой-то такой лайфстайл. И интересно смотреть разные места какие-то, в общем, да, я вообще уже не... Что я говорила? Я, короче, я вообще сбилась с курсу, говорила про свадебные платья, зашла про Инстаграм, стала говорить, короче, полные мысли в сумбур. А, наверное, я говорила про то, что очень жалко уезжать, потому что в Англии я себя чувствую уже как дома. И скорее, что в ближайшее время у меня будет уже два дома, то есть я буду жить и в Англии, и в Латвии. В Англии чувствую себя прекрасно, морально, расслабленно, вообще отлично. Так что, может быть, даже потом я буду жить уже большую часть времени, мы будем проживать в Англии, и меньшую часть времени в Латвии. Ну, мы поживем, увидим, как это все получится. В общем, да, очень жалко, что надо уезжать, хотя ненадолго, но все равно не очень хочется. Вскочил у меня прыщик на щеке, потому что я переела мороженого, наверное, переела сладкого. Так не хочется уезжать, что стала есть мороженое и съела целую банку. Ну, в общем, да, буду, может быть, поснимаю немножечко с аэропорта или еще чего-нибудь. В общем, увидимся обязательно в следующем клипчике. Да, печалька. В самолет обязательно беру снеки, потому что я такой человек, который не может иметь большие перерывы. Ой, что это такое? Большие перерывы между едой. В общем, это один из моих самых любимых снеков. Это такие, называются nibbles. Это такие маленькие шарики, которые полностью состоят из фруктов и орехов. То есть там финики, концентрируйся давай, финики, кешью орешки, изюм. И также, блин, не могу прочитать, рисовая мука, соль и также натуральный флэйворинг, то есть натуральные какие-то, как это, усилители вкуса. Не знаю, насколько они натуральные, но, короче, мне это очень нравится. И вот такие вот всякие бары тоже беру, потому что они достаточно сытные, в них много калорий, и они могут утолить голод в считанные секунды. Также, также еще хочу сказать про крем La Mer. Уже очень многие люди, ну, хорошо, наверное, я преувеличиваю, если я скажу многие. Некоторые люди были очень скептически настроены, сказали, что это какая-то фигня полнейшая, развод на деньги. Что это не очень хороший состав у этого крема, и что, короче, не стоит. Нет, это не стоит, как это, как это поговорка? Игра не стоит свеч, вот. Я уже начала им пользоваться. Конечно, рано еще делать доводы, потому что, или выводы, потому что я пользуюсь им только несколько дней. Но я обязательно сделаю обзор на этот крем, надеюсь, что вам будет интересно. Потому что нужно его потестировать, ну, хотя бы какой-то месяц, для того, чтобы полностью уже сформулировать мое мнение. Но на данный момент, хочу я вам сказать, меня он очень удивил, приятно. Кожа действительно в хорошем состоянии. Конечно, у меня выскочил прыщ, но я думаю, что он не выскочил из-за этого крема, а из-за того, что я сладкое переела. Также мне дали небольшой пробничек крема для глаз. Он очень маленький, но этот крем мне тоже очень нравится. Illuminating Eye Gel. То есть он подсвечивающий такой гель для глаз. Классно смотрится. В нем даже есть такие, не то что блестки, но какой-то в нем малюсенький шиммер присутствует. И когда нет макияжа, кстати, я думаю, что я сегодня в аэропорт уже поеду без макияжа, потому что в аэропорте нужно наоборот, не в аэропорте, а в самолете нужно увлажнять кожу, потому что кожа обезваживается. И я думаю, что да, макияж я сниму. Брови мои будут опять выглядеть ужасно. Ну, что поделать. Какие есть, такие есть. Также я заметила, что под моим видео «Что старит женщину» набралось уже больше 3000 лайков. И я вам обещала, что если это видео займет больше 3000 лайков, я сниму продолжение. Я его обязательно сниму. Так что, может быть, буду снимать из Латы и посмотрим. И еще забыла вам сказать одну важную вещь, зачем мы еще едем в Латвию. Это я планирую себе сделать лазерную коррекцию зрения, потому что у меня большая безорукость. Последний раз, когда мне проверяли зрение, это было минус 5,25. И астигматизм. Поэтому я сейчас ношу очень часто очки, потому что у меня очки с коррекцией для астигматизма. В общем, да, я планирую сделать лазерную коррекцию зрения. Надеюсь, что все пройдет хорошо. У меня уже есть дата запланированная. Ну, я, конечно, немножко переживаю, потому что все-таки это операция. Но я очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Клиника хорошая. Врачи хорошие. Поэтому я уверена, что я буду вам снимать влог и вообще расскажу вам про свой опыт лазерной коррекции зрения. Так что, да, это еще одна такая важная вещь, которую я хочу сделать перед свадьбой. Ну что, ребят, мы сейчас уже упаковались. Находимся в машине и сейчас поедем в аэропорт. Конечно, не хочется улетать. Я в новой парке. Как видите, как я вам и обещала, без макияжа. Так что скоро, наверное, сниму что-нибудь из аэропорта. Мы находимся сейчас уже в самолете. Летим в Латвию. Сейчас покажу. Мы зашли купить немножечко еды. Пресс. Сейчас покажу вам. Я уже, правда, съела один сэндвич. И съела эти шарики, которые я вам показывала сегодня. Нейблс. Купила себе еще вот такой вот сэндвич. Очень люблю его. Это сэндвич. Сэндвич. С креветками. С креветками. С креветками. Обязательно воду. Потому что я очень много пью в самолете. Как вы знаете, кожа обезбоживается. Поэтому нужно взять и пить воду. И вот такие вот брауни все закупили. Так что да. Полет занимает из Лондона в Ригу 2,5 часа примерно. Так что скоро, ну через 2,5 часа мы приземлимся уже в Риге. Вот так что встретимся уже в Риге. Кстати, это, наверное, первый раз, когда я ничего не купила в GT Free. Обычно я всегда порываюсь чем-нибудь купить. Но в этот раз я смотрела. Ничего мне не приглянулось в косметике. Так что сэкономила деньжат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И так, ребята, мы только что приземлились. Ждем всего в багажа. Рижское время 1.30 ночи. Мы, конечно, очень сильно устали. Хочется спать. Так что сейчас возьмем багаж. Возьмем машину и поедем домой. И будем спать, я думаю, как младенцы. Вот. Я думаю, надо уже заканчивать этот блог. Надеюсь, что вам он понравился. Если вам он понравился, то, пожалуйста, поддержите меня вашим пальчиком вверх. Мне будет безумно приятно. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мои социальные странички. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Если хотите быть в курсе всех моих последних событий, обязательно подписывайтесь, конечно, на мой YouTube-канал, если вы хотите видеть меня почаще. И да, большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Конечно же, как обычно, я вам хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения. И мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующих видео. Пока! Большое спасибо за общение, за сердечки. Я думаю, что я буду заканчивать. Пойду домой и буду есть свой холодный суп. Тебе так идет эта стрижка. Спасибо большое, Нюрочка. Мне тоже очень нравится. Кстати, краска, кастинг, да, смывается, конечно, смывается. Но смывается очень даже неплохо. Чуть курица не сгорела, не смотрелась.